привет блокнот воронеж мы приехали на стройку жилого дома северное сияние чтобы расспросить руководителя отдела продаж строительной компании акцент ину двоеглазову об этом объекте поехали и на здравствуйте здравствуйте расскажите про технологию строительства жилого дома северное сияние и ее преимущество тип строения у нас монолитно-каркасным и с вами это видим уже в этой планировке этот тип строения когда заливается монолитные плиты перекрытия и несущие конструкции пространство заполняется газосиликатным блоком и внутри в квартире все будет выполнено перегородки внутри квартир это по загребневые блоки очень пластичный материал в плане того что всегда можно сделать перепланировку под себя если не понравится планировка то которые придумали проектировщики авторы проекта то всегда собственник квартиры сумеет это переделать в дальнейшем а это удобно плюс эта технология она отличается достаточно хорошим темпом строительства и эти дома они всегда теплые газосиликатный блок это теплый строительный материал внешние стены это еще и будет минераловатное утепление у нас собственная котельная на крыше то есть как бы преимуществом этого вида и типа строительства они очевидны и сейчас очень вас требованы а в каком виде застройщик продает квартиры это черновая отделка все застройщики по-разному называют отделку вот в нашем понимании черновая отделка которая нас прописана в договоре долевого участия это значит на полу будет хорошая стяжка полусухой метод стяжки машины полусухой метод стяжки это достаточно ровное покрытие будет исправлять практически не нужно там миллиметраж какой-то стены по периметру там где газосиликатный блок это будут оштукатурены стены электрика разведена до конечных точек но мы по стандарту в комнату запускаем две розетки этого но обычно маловато в наше время поэтому будет возможность у собственников довести еще розеточные группы линейная разводка отопления то есть никаких труб страшных по углам квартир уже этого не будет линейная разводка к батареям выходит вот прям из пола трубы отопли отопительные приборы установлены естественно будет входная металлическая дверь и остекленная оконно-балконная группа лоджии у нас также застекленная и высота оконного проема вы видите она достаточно как бы низко это 60 сантиметров это очень удобно оконные проемы большие квартиры светлые они теплые светлые просторные высота потолков у нас 276 то есть это пространство которое позволяет комфортно себя чувствовать а вот кстати компания обещает комфортабельные зоны общего пользования что это подразумевает а это подразумевает вот первый этаж да мы входим с улиц на первом этаже нас лифтовых сначала мы входим почтовые ящики дальше мы проходим у нас зона там где лифты и колясочная достаточно большое помещение зона колясочной можно там детские велосипеды поставить оставить да то есть вот что-то чтобы с ребенком можно было подняться потому что основная категория покупателей это семьи с детьми и всегда хочется чтобы было удобно и комфортно потому что под мышкой ребенок под другой велосипед очень тяжело и плюс у нас на первом этаже будет располагаться санузел то есть ребенком зайти гуляем с ребенком ребенок захотел там упал ручки помыть или в туалет зашли вот он санузел и есть техническая возможность собственникам жилья то есть те кто уже приобретет квартиры в дальнейшем на общем собрании собственников если решат что нужен консьерж то место для посадки консьержа есть доставится легкая конструкция рецепшен сажается специальный человек вот он как бы консьерж в этом доме будет если захотят собственники техническая возможность есть плюс опять-таки тот же санузел поскольку человек находится консьерж на рабочем месте у него должны быть условия элементарные помыть руки и все остальное то есть вот он санузел который пригодится в любом случае и у нас название нашего объекта жилой дом северное сияние и вот как раз таки это название в цветовой палитре и в интерьере будет обыграно в холле первого этажа и на этажах лифтовых холлов типовых этажей будет очень уютно будет красиво и будет так вот камерно по-домашнему квартире какой площадью предлагает застройщик однокомнатные квартиры у нас идут площадь 38 квадратов 41 квадрат и 51 с половиной квадратных метров это евро двушка 2 комнатные квартиры также у нас три вида двухкомнатных квартир 54 квадратных метров пятьдесят восемь квадратных метров мы как раз в ней находимся и 64 квадратных метра хорошие площади и роскошная 3-комнатная квартира который можно назвать евро-четырешкой потому что там 3 изолированные спальни и кухня-гостиная 19 с лишним квадратных метров то есть это Все площади, которые я вам обозначила, эти площади позволяют нам говорить о том, что дом комфорт-класс. Квартиры очень просторные все, начиная от самой маленькой, заканчивая самой большой. Давайте перенесемся в трешку, покажите нам, что в чем. Инна, мы находимся в трехкомнатной квартире Северного Сияния. Расскажите, какие преимущества есть у трешек. Достаточно просторная квартира, здесь 94,5 квадратных метра. Просторный холл. В холле сразу при входе есть гардеробная. Ну, естественно, раздельный санузел, потому что в таком формате квартиры достаточное количество жильцов. Три изолированные комнаты, причем одна из них имеет собственную гардеробную. Две из них имеют лоджии, то есть у нас квартира находится в торце дома. И она как распашонка даже на три стороны выходит. То есть у нас получается ориентация восток, юг и запад. Вот в этой стороне. Прекрасная кухня, которая выполняет роль гостиной. Кухня-гостиная, потому что 19,2 квадратных метров, 19,27. Эта площадь позволяет не просто семье здесь обедать, ужинать, завтракать, а еще и принимать гостей в этой же комнате, потому что очень просторно. Плюс, как я уже говорила, роскошные, просто широкие оконные проемы, потому что оконный проем 2,40 на 2,50. Это просторно и светло. Здесь будет и тепло, и уютно, и достаточно места для всех действий. То есть и с маленькими детьми, и с разными поколениями. Потому что бывает такое, что в семье живут и бабушки, и родители, и детки. Для всех найдется и личное пространство, и место, которое объединит всю семью. Какова цена за квадратный метр? В данный момент стоимость квадратного метра именно трехкомнатной квартиры 96 тысяч рублей за квадрат. То есть общая стоимость 9 миллионов с небольшим. На сегодняшний момент при такой площади, при той отделке, которую мы даем, это конкурентоспособная цена и хорошее пространство для жизни, и хорошее вложение. Потому что есть категория людей, которые как инвестиции вкладывают, потому что эта категория комфорт-класса, она всегда востребована. А для кого подойдет евро-двушка в 51 квадратный метр? Вы знаете, 51 квадратный метр – замечательная евро-двушка, то есть просторный холл. Мы входим, когда из межквартирного коридора, ну, с общего коридора, где все квартиры выходят, мы входим в квартиру, там хороший просторный холл с гардеробной, с санузлом с хорошим. Мы входим в жилую комнату, там 14,5 квадратных метров, и там же есть собственная гардеробная в этой комнате. Еще. И замечательная кухня-гостиная, 21 с лишним квадратных метров. Этот вариант планировки, он подойдет, ну, есть категория холостяков, да, для этой категории. И еще это очень хорошо подойдет для родителей, чьи дети уже выросли, да, то есть вот чтобы семейная пара, взрослые, у которых есть и внуки, можно и принять симптомов. В то же время внуки приехали, уехали. Можно даже гостей принимать целую, я не знаю, там, что-то 10 точно, и есть где разместить всех, потому что станет и хорошая кухня, и хорошая зона отдыха, с хорошим диваном большим. То есть это пространство, оно, конечно, подойдет и для молодой семьи, но опять на начальном этапе, потому что все-таки, когда появляются детки, должны у деток быть отдельное свое пространство, да. А вот это, как бы, начальный этап. Ну, и, как я сказала, родители, чьи дети уже выросли и отделились. А что по цене евродушки? Этот метраж у нас идет по цене 104 тысячи рублей за квадратный метр. Вспомнила. Инна, почему выгодно покупать квартиру именно сейчас? Ну, пока у нас объект строится. Пока этап строительства и цены потихонечку все равно, они ползут вверх. Как бы мы не хотели что-то зафиксировать, застабилизировать, но не от нас это все зависит. Это зависит от окружения, от многого всего. Цены растут вверх. И пока сейчас есть возможность купить по этой цене, нужно покупать. Потому что после ввода объекта в эксплуатацию, конечно, цена будет другая. Давайте подытожим. Вот назовите три причины, почему стоит купить квартиру в Северном Сиянии. Первая причина – геолокация. В центре, в сердце Коминтерновского района мы единственная новостройка. То есть все люди, которые вокруг живут, у всех семьи. Кто-то хочет, чтобы дети поближе жили, кто-то хочет перевезти откуда-то родственника, поселить поближе. Это основное преимущество, на которое я бы обратила внимание. Плюс тот, что это новый дом, это новые коммуникации. И жить в новом доме всегда приятнее. И огромный плюс у этого объекта – это собственная котельная на крыше. Это просто огромный существенный плюс, потому что коммунальные платежи в дальнейшем, если мы возьмем на чаши коммунальные платежи от ресурсоснабжающей организации и коммунальные платежи в доме, где есть собственная котельная крышная. Ну, в разы. Просто существенная экономия. И плюс то, что управляющая компания сможет регулировать подачу тепла в жилой дом точно так же, как и поквартирно это можно будет регулировать. У нас будут стоять коллекторы на этаже с теплощетчиками, и там можно будет, предположим, захотели поменять дизайн отопительных приборов, перекрыли, поменяли, включили. То есть все это очень удобно. На этом все. Спасибо, что уделили нам время. Вам спасибо. Все, у вас есть. Инна, вот скажите, вы так все хорошо расписывали, а сами бы купили здесь квартиру? Да, безусловно. Если бы я проживала в этом районе, однозначно я бы взяла здесь квартиру, потому что все-таки люди привыкают жить в той окружении, в той инфраструктуре, которая привычна. Я бы купила. Это однозначно. Прям на самом деле. Спасибо.